МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости на РТВ, в студии работа Днина Шамуге. Здравствуйте. И сейчас в мире. Ирак и Бангладеш под огнем. Исламское государство устроило взрывы в Багдаде и рассказал о причастности к вылазке в Даке. Джихадистам не поверили. Терроризм заставил Турцию дружить. Анкара восстанавливает отношения с Россией и обращается за помощью к США. Эрдоган меняет тактику. Холодной войны нет, но холодная риторика сохраняется. Йенс Толтенберг рассказал, почему НАТО считает Россию угрозой, и пообещал подготовить ответ на агрессию Москвы. Совесть, мира и факел справедливости не стала Элли Визеля, писателя, прошедшего через фашистские концлагеря и боровшегося за память о Холокосте. Исламское государство нанесло удар по сердцу рака. Группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрывы в Багдаде, унесшие жизни свыше ста человек. Одна бомба, заложенная в автомобиль, сработала в районе Эль-Карада в центре города рядом с религиозным центром, где собираются мусульмане-шииты. Суницкие экстремисты считают их эритиками и вероотступниками. Через какое-то время у одного из рынков на севере Иракской столицы сдетонировало еще одно самодельное взрывное устройство. Джихадисты устроили кровавый теракт и вскоре после того, как они потерпели поражение в стратегическом городе Эль-Фалуджа. Неделю назад армия Ирака сообщила о том, что полностью освободила его от боевиков исламского государства. Ранее члены ИГИЛ взяли на себя ответственность за еще один кровавый теракт, совершенный экстремистами в Бангладеш. Неизвестные вооруженные лица ворвались в ресторан, расположенный в дипломатическом квартале столицы страны Даки, открыв огонь по посетителям. Затем нападавшие взяли в заложники людей. По имеющейся информации, они проверяли религиозную принадлежность пленников, вынуждая их читать суры из Корана, пытая и убивать тех, кто не мог этого сделать. Во время нападения погибли свыше 20 человек. Жертвами стали иностранцы, в том числе граждане США, Италии, Японии и Индии. В ходе спецоперации силовиков шесть террористов были ликвидированы. Одного удалось взять живым. Вчера полиции были убиты шесть человек. Все они граждане Бангладеша. Мы подозреваем, что все шестеро являлись также террористами. Пятеро из них были включены в списки боевиков. Сотрудники правоохранительных органов предприняли несколько попыток по их задержанию. В настоящее время мы усилили меры безопасности. Вскоре после атаки, связанной с исламским государством интернет-ресурсы, сообщили, что за кровавой бойней стоят именно их боевики. Утверждалось, что нападение должно было ударить по гражданам стран-крестоносцев. Впрочем, Бангладешская полиция утверждает, что ИГИЛ не имеет никакого отношения к террористической вылазке. По информации МВД, устроившие террор в даке были членами Джамаат-Уль-Муджахиддин Бангладеш. Сообщается также, что все они – молодые люди в возрасте от 23 до 28 лет. Выходцы из обеспеченных семей, получившие прекрасное образование. Турция просит помощи у США. Американские спецслужбы займутся установлением местонахождения предполагаемого организатора теракта в Стамбульском аэропорту Ахмеда Чатаева. Последний хорошо известен и российским силовикам, но к сотрудничеству с северными коллегами Анкара пока не готова, несмотря на наметившееся потепление в отношениях с Москвой. Турецкие власти уже анонсировали встречу президентов Путина и Эрдогана. Чем именно готова поступиться Анкара ради совместной борьбы с террористами, разбирался Владимир Унанянц. Турция надеется на США. Анкара намерена при содействии американских коллег найти Ахмеда Чатаева, подозреваемого в организации теракта в аэропорту Стамбула. Влиятельное издание Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники в спецслужбах, пишет, Чатаев и его группировка участвовали в планировании теракта. Других точек зрения пока нет. Эту версию в интервью телеканала CNN подтвердила глава Комитета по национальной безопасности Конгресса США Майкл Маккол. Мы считаем, что Чатаев осуществлял координацию трех смертников в Стамбуле с целью совершения атаки в месяц Рамадан. Он много раз бывал в Сирии и стал одним из высокопоставленных командующих в так называемом Министерстве войны, осуществляющем операции ИГИЛ. Чатаев, более известный под прозвищем «Однорукий Ахмед», в октябре прошлого года был внесен в контртеррористические санкционные списки США, но до этого фигурировал в российских и грузинских сводках, в частности в отчете о спецоперации в ущелье Лапота в августе 2012 года. Тогда грузинские спецслужбы уничтожили вооруженную группу, состоявшую из уроженцев Чечни и Панкийского ущелья Грузии. При этом сначала сообщалось, что Чатаева задержали как участника незаконного формирования, но затем следователи объявили его переговорщиком и отпустили. Сегодня в Тбилиси заявляют, подозреваемый в организации нынешних терактов в Стамбуле был агентом грузинских спецслужб в период пребывания Михаила Саакашвили в должности президента Грузии. Скандальное заявление сделал председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Саакашвили. К сожалению, Ахмед Чатаев был агентом спецслужб при правлении Саакашвили. У него был оперативный паспорт гражданина Грузии, с помощью которого он выезжал в различные страны и выполнял оперативные задания, за что и получал зарплату. В свою очередь сторонники Михаила Саакашвили из оппозиционного сейчас национального движения обвиняют власти в том, что именно с их приходом к власти в 2012 году Чатаев был отпущен на свободу. Учитывая, что в Грузии предвыборный период, осенью пройдут выборы в парламент, не исключено, что тема Чатаева будет еще долго муссироваться, сопровождая взаимными обвинениями прошлых и нынешних руководителей страны. Между тем, в рамках расследования дела о теракте в аэропорту Стамбула власти Турции задержали еще трех человек. Всего, по данным источников, арестованы 27 подозреваемых. При этом эксперты отмечают, после кровавой вылазки экстремистов Анкарак готова пересмотреть приоритеты пойти на компромисс с Россией в сирийском конфликте. Стороны уже заявили о готовности в ближайшее время начать процесс нормализации отношений. «С одной стороны у нас ЕС, с другой – Россия. Мы можем продолжать путь вместе с ними. Это не противоречие, не альтернатива и даже не конкуренция, потому что мы действуем в соответствии с нашими интересами. У Турции нет принципиальных проблем ни с ЕС, ни с Россией». Чем именно готова поступиться Турция ради совместной борьбы с ИГИЛ, пока не ясно, но Анкара уже пошла на ряд уступок. Британское издание Financial Times утверждает, Турецкие власти организовали секретные переговоры между сирийскими лидерами оппозиции и представителями Москвы. А на конец июля, начало августа, анонсирована встреча президента Владимира Путина и Раджа Патайпа Эрдогана. Страны, еще недавно обменивавшиеся жесткими заявлениями и обвинявшие друг друга в подлости, теперь в ускоренном темпе восстанавливают былую дружбу. И ни Москву, ни Анкару больше не смущает тот факт, что Турция – одна из ключевых стран Североатлантического альянса, отношения с которым у России в последнее время оставляют желать лучшего. Владимир Унанянс, РТВ Россия – угроза для НАТО, непредсказуемая угроза. Генсек альянса Йен Стултенберг в интервью немецкому изданию Биль заявил, блок 28 стран Североатлантического пространства сегодня столкнулся с непредвиденными опасностями и сложными проблемами, в том числе со стороны России, которая готова применить силу для изменения границ. Стултенберг прокомментировал предстоящий 8-9 июля саммит НАТО в Варшаве, подчеркнул, что он имеет решающее значение для безопасности государств-членов альянса. Ранее Генсек сообщал, что в польской столице будут приняты переломные решения относительно присутствия сил военного блока в Восточной Европе. А источники в Брюсселе рассказывали о подготовке некоего развернутого плана по сдерживанию и одновременно налаживанию отношений с Москвой. О готовности налаживать отношения говорит и сам Стултенберг. Генеральный секретарь предпринял очередную попытку заверить России, что НАТО не стремится к конфронтации с ней. Холодная война стала историей и должна оставаться таковой, подчеркнул глава Североатлантического альянса. Никакого сотрудничества. Иран полностью исключил возможность какого-либо взаимодействия с США в решении региональных вопросов, в том числе по Сирии. Тегеран, напомню, поддерживает режим Асада, в то время как штаты требуют смены власти в Дамаске. Позицию Исламской республики в очередной раз озвучил Айатулла Алихамунеи, который является не только духовным лидером страны, но и ее высшим руководителем. Айатулла объяснил нежелание сотрудничества США тем, что последние якобы пытаются подорвать влияние Ирана на Ближнем Востоке. Айатулла уверен, несмотря на заключение ядерной сделки, которое снило напряженность в отношениях между Тегераном и Западом, американцы продолжают враждебную деятельность в отношении иранского народа. Алихамунеи обрушился с критикой на некоторых своих сограждан, не уточнив, правда, имен. Те, кто убежден в том, что для своего развития Ирану нужно опираться на Запад, совсем потеряли разум. Я считаю своим моральным и религиозным долгом сопротивляться этому. Я буду делать это до последнего вздоха. Между тем, Дональд Трамп вновь отличился. После очередной выходки одиозного политика и бизнесмена заподозрили в антисемитизме. Дело в том, что претендент на пост президента США опубликовал в Твиттере коллаж со своей соперницей, кандидатом от демократов Хиллари Клинтон. Бывшая первая леди, госсекретарь Соединенных Штатов, была изображена на фоне 100-долларовых банкнот и со звездой Давида, в которую была вписана фраза «наиболее коррумпированный кандидат». Несмотря на то, что шестиконечную звезду вскоре удалили и заменили на круг, исходный вариант успели заметить журналисты. Интересно, что в ходе своей предвыборной кампании Трамп отличился именно произраильской риторикой. Он даже заявил, что президент Барак Обама ненавидит Израиль, но Израиль будет оставаться в безопасности, если он, Дональд Трамп, станет президентом США. Критиковал миллиардер и иранскую сделку, но имидж в политике – все. А этот самый имидж у Трампа подпорчен. Его не раз обвиняли в расизме. Повод – оскорбление в адрес латиноамериканцев и мусульман. Поэтому после странного коллажа в Твиттере, многие предположили, что Трамп может быть и латентным антисемитом. В Нью-Йорке на 88-м году жизни скончался лавариат Нобелевской премии мира известным борец с антисемитизмом Элли Визель. Писатель, переживший Холокост, был поборником гуманизма и хранителем памяти о трагических событиях Второй мировой войны. Он прошел через концентрационные лагеря с Фенцем и Бухенвальд, попав на одну из самых узнаваемых фотографий из фашистских лагерей смерти. Он седьмой во втором ряду. Визель родился в Румынии, жил в Венгрии, Франции, США, писал на иврите, идише, английскому, французском. Под его авторством были опубликованы свыше 50 книг, многие из которых о катастрофе европейского еврейства. Особое место занимает книга «Воспоминания ночь», принесшая автору широкую известность. Клад Элли Визеля в сохранение памяти о Холокосте был огромным. Он был главным представителем и настоящим символом выживших. Впрочем, он не меньше говорил и о тех, кто погиб во время катастрофы. Элли Визель действительно стал совестью мира. Он говорил о Холокосте, пытался повысить осведомленность людей о других зверствах, и именно за это получил Нобелевскую премию. Его Нобелевская премия мира не только дань борьбе за сохранение памяти о Холокосте. Он боролся за права жителей Дарфура, еще раньше за права евреев, оказавшихся по ту сторону железного занавеса в Советском Союзе. Им не разрешали выезжать из СССР. Они были оторваны от своих семей в Израиле или Соединенных Штатах. Элли Визель боролся за них, называл их евреями молчания. Эта борьба за отверженных и бедных превратила его в факел справедливости, факел борьбы за мир. Писатель был награжден американской президентской медалью «Свободы». Он был также кавалером Французского ордена Почетного легиона и рыцарем-командором Ордена Британской империи. Нобелевская премия мира была присуждена Элли Визелю в 1986 году за выступление против войны, дискриминации и подавление прав человека, а также за сохранение памяти о Холокосте. Слова соболезнования в связи со смертью писателя выразили многие политики и общественные деятели. Со специальным заявлением выступил и премьер-министр Израиля Бенеми Нетаньягу, который, кстати, тщетно пытался убедить Элли Визеля баллотироваться на пост президента страны. Элли Визель был одним из духовных лидеров еврейского народа. Я знал его в течение 40 лет как одного из тех, кто внес наибольший вклад в сохранение памяти о Холокосте. Думаю, вдохновлял наш народ, помогая нам пережить самые темные и страшные времена, осветить ярким светом наше будущее. Элли Визель был частью этого света, и мы должны сохранить память об этом человеке. Все находившиеся на борту погибли. Сегодня рано утром в Иркутской области был обнаружен самолет МЧС «Россия Л-76», потерпевший крушение еще в минувшую пятницу при тушении лесного пожара. Как сообщают в ведомстве, выживших среди членов экипажа в составе 10 человек нет. Спасатели уже нашли на месте крушения фрагменты тел погибших летчиков и оба черных ящика – параметрические и речевые бортовые самописцы. В результате катастрофы фюзеляж самолета сгорел почти полностью, уцелел лишь хвостовой стабилизатор. Крушение вызвало лесной пожар. По одной из версий, озвученной в СМИ, летевший на небольшой высоте в условиях плохой видимости Ил-76 зацепил сопку, либо с ней столкнулся. Ну что же, это были все новости, о которых мы успели вам рассказать. Всего вам самого доброго. И оставайтесь на РТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова